К вопросам извечным то и дело добавляются новые. Из последних, которые диктует мир коронавирусный, кто прав, продавец или покупатель. Все чаще в сети стали появляться посты, где в магазинах разворачиваются настоящие баталии. А все из-за отсутствия покупателей масок и перчаток. Некоторые видео действительно на грани абсурда. Дайте мне, пожалуйста, маску. Без маски не отпустите? Я зашел купить маску. Я хочу купить маску, чтобы меня обслужили после этого. Сами люди разделились на два лагеря. Те, кто носит средства индивидуальной защиты, не снимая даже там, где можно, и те, кто в корне игнорирует санитарные правила. Да, действительно, ношение маски не является гарантией от того, что ты не заразишься. Это очень важно. С учетом еще того обстоятельства, что маски бывают разные, и уровень защиты у них тоже разный. Не все они, естественно, сдерживают коронавирус. Но если на больном человеке маска находится, то вероятность того, что больной человек заразит уже человека другого, тем более, который находится в маске, уже гораздо снижается. Режим повышенной готовности в регионе действует с 12 марта по указу губернатора. Все это время в него вносили правки более 10 раз. Спустя месяц режима самоизоляции ношение масок, согласно указу, стало обязательно в магазинах, в других организациях, предоставляющих услуги, и в общественном транспорте. Ответственность за несоблюдение регламентируется Российским кодексом об административных правонарушениях. Можно получить от предупреждения до 200 тысяч рублей штрафа. Исключений нет ни для физических, ни для юридических лиц. В первую очередь задача разъяснительная, разъяснять гражданам, что режим должен соблюдаться, что они должны одевать маски, носить их, не снимать. Я хочу сразу подчеркнуть, что ни в указе губернатора, ни в каких других рекомендациях нет необходимости ношения масок, допустим, на улицах. Исключение составляют автобусные остановки и те места на открытом воздухе, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Надеть средства индивидуальной защиты обязаны покупатели и на входе в торговые точки. Даже при отсутствии чего-то одного сотрудники магазина имеют полное право указать на выход. Это закреплено как в самом указе, так и в рекомендациях Роспотребнадзора и Минпромторга. А вот выдавать или не выдавать, и за своим покупателем дело хозяйское. Тут скорее речь о клиентоориентированности. В указе написано, что организация торговли может, конечно, выдать, если есть возможность, если они дорожат клиентам своим, чтобы создать хорошую репутацию. Но в любом случае они обеспечить, должны хотя бы продажу. А в некоторых магазинах Ульяновска предлагают альтернативу. Целлофановые пакеты вместо перчаток. К слову, в указе не делается акцент на видах средств защиты. Маски могут быть одноразовыми, медицинскими или тканевыми. К перчаткам требований тоже нет. Поэтому придираться к СИЗам в супермаркетах не должны. Нашу съемочную группу заверили, пропустят даже в противогазе. Это огромные затраты для нас, поэтому не всегда у нас бывают одноразовые перчатки. Иногда мы предоставляем пакеты, но это все же лучше, чем ничего. Иногда покупатели заходят в своих перчатках, в разных, и в домашних, и в садовых. Это не возбраняется. Главное, чтобы кожные покровы были защищены. Если человек все-таки зашел в торговый зал, а на кассе у него заметили отсутствие средств защиты, то товар вправе не пробивать. А если запахло жареным, то в магазине имеют право нажать тревожную кнопку. Нам непросто в этих условиях работать, но мы ведем разъяснительную работу с нашими покупателями. Не всем это все нравится. Они реагируют по-разному. Сейчас, конечно, это более стало входить в норму, потому что это уже не первый день. И люди понимают, что по всей России эти требования, они одинаковые. Соблюдайте масочно-перчаточный режим. Только в общественных местах. Вот. Скажите, насколько это важно, соблюдать это? И, может быть, видите, делаете замечания, когда кто-то без маски вообще с нами? Делаю замечания, когда в магазине кто-то приближается на любое расстояние ближе полутора метров. Делаю. Как вы считаете, правильно, что вот в магазине пускают только в масках и перчатках? Правильно. Насколько это важно, по вашему мнению, носить маски? И вообще в магазинах ходите в маски? Нужно, нужно, нужно. Почему? Как почему? Чтобы микроб не съесть? Обязательно нужно. Я считаю, что нужно. Потому что страны у нас не каждый день закрывают. Раз объявили пандемию, значит, надо соблюдать и маски, и перчатки одевать. Ну, все равно какая-то защита есть. И себя защищаем, и прохожих защищаем. А в магазине вот как одеваете? Всегда обязательно. Даже иногда здесь, если я одна иду, я маску спускаю вниз, чтобы все-таки был свежий воздух. Не могу точно сказать, насколько это важно. Ну, раз требуют, как говорится, все-таки нужно соблюдать элементарные меры самозащиты. В магазин как ходите? Вот все так же, в перчатках и маска во мне. То есть вы считаете, правильно, если покупатель зашел без масок, его выгоняют? Надо еще узнать, почему он с маски вошел. А потом уже его провожать. Может быть, он зашел за самым необходимым. А продукты как выбираете в магазинах? Ну, тоже так же. Все в перчатках. И дезинфекцию проводим. Спрейми. Как долго еще готовы носить маски и перчатки? Ну, как скажут. Так и будем носить. Режим повышенной готовности в Ульяновской области продлен до 31 мая включительно. А вот снять маски и перчатки, по прогнозам федеральных экспертов, удастся еще не скоро. Ринат Алиулова, Данил Сурков, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова